здравствуйте дорогие друзья я вас снова приветствую кофе толксы погода под конец дня выдалась удивительная наконец-то у меня появилась возможность выйти из дома и я приехал в удивительный маленький небольшой город который называется нимбург отменял находит совсем недалеко от города прага он находится где-то километрах 40 35 40 километров стоит он на реке лада эльба и я думаю что я начну свой небольшой рассказ путешествие вечерние с необычного места с ними почему-то никогда не начинал здесь стоит старый костел вообще город небольшой в нем живет всего 15 тысяч человек и он ну как он сказать был заложен он там ходит споры первоначально считалось 1275 по моему год потом сказали что 1219 год потом еще как-то ну в общем где-то в 13 в 13 веке здесь не так много достопримечательностей которые можно посмотреть но здесь есть кое-что больше друзья мы с вами здесь уже бывали неоднократно я с вами сюда приезжал для того чтобы посмотреть на одно как же красиво вот я не могу не употреблять это слово как же красиво и опять на закате мы с вами сейчас отправимся к реке потому что именно ради этой реки мы с вами сюда приезжали неоднократно уж извините что я повторяюсь и как бы но сами понимаете работа времени нет у меня сейчас вообще вот сейчас катастрофически нету времени и как я умудряюсь выхватить какие-то моменты для того чтобы с вами пообщаться я даже не понимаю как у меня это происходит вот но тем не менее несмотря на все отсутствие времени я нахожу час с вами погулять благо видео для монтажа для меня эти не сложные так урна сюда мы выбросим жвачку знаете и мы забываю иногда вынуть жвачку изо рта и начинаю с вами разговаривать о чем-то очень милый город здесь есть еще городская площадь она находится вот там вот в той стороне она небольшая но на ней сейчас идет ремонт поэтому мы ее смотреть с вами не пойдем там все перекрыто перерыто вот мы с вами отправляемся смотреть на кого на маленьких наших друзей которые называются внутри которые здесь по по всюду живут я не знаю получится у нас сегодня с вами на них посмотреть не получится но по крайней мере у нас получится точно насладиться прекрасным закатом который мы сейчас уже с вами наблюдаем отражаются на этих местных крепостных старых стенах я бы сказал что это кремль в какой-то степени да потому что таких стен мало где в чехии есть построены из кирпича и в общем то в такой стилистике не свойственный для я бы сказал для чешской замковой архитектуры крепостной вот мы сейчас с вами сюда чуть-чуть нырнем и как раз вынырнем к реке для того чтобы увидеть наших маленьких друзей если конечно это у нас получится здесь есть отверстие в стене арочка чтобы выйти туда крике давайте чуть-чуть я вам покажу можно ведь как у вас здесь столько детей сейчас они все развлекаются видите луна над елкой прямо над елкой луна потрясающе сегодня а мы с вами вот сюда пройдем сначала для того чтобы я вам показал то место ну о котором вы уже безусловно знаете здесь очень мило город стоит еще раз повторюсь на реке лада и когда-то он так и назывался не было немецкое название ноенбург на лада часто то нимбург уже очень давно нимбург вот и здесь живут наши есть друзья мои есть есть я сейчас вам покажу жалко что уже темновато и я не знаю как это все получится но я надеюсь что это моя маленькая камера все-таки как-то вытянет изображение ой какие они откормлены здесь ой какие они толстенькие вон смотрите одна стоит прямо перед носом вот побежали 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 не надо бежать я не кусаюсь я хороший ну чуть мой лапочка такая вот она смотрите си привет привет а ой а ой а я не страшный ой них такие оранжевые зубы потрясающие многие даже не рискуют гладить в принципе они не кусачий на самом деле но кто его знает водяная крыса а я лично когда смотрю на нее сразу вспоминаю я где-то в одном виде тоже сказал шубы шубы своих одноклассниц где еще одного насчет на воде смотрите здесь их очень много здесь они все ими испещрено буквально их ходами живут они вот там под берегом где-то еще где-то у них там везде норы они как плавают резвятся видите нам повезло и мы сегодня что-то увидели здесь вообще берег очень населенная вам хочу сказать здесь помимо них есть еще и крысы потому что они тоже но воспользовавшись тем что здесь время приносит еду нутрием да они как бы там тоже живут и выползают и оттуда что-то едят класс давайте не будем задерживаться а то у нас солнышко сядет и никакого удовольствия не будет она уже садится надо было чуть пораньше приезжать конечно но вечер я знаете я не хочу не могу рассчитать в какое время солнце еще не заходит потому что здесь все города раху находится на разной высоте разными как бы разными преградами от солнца огорожены и поэтому как бы естественно не знаю как это все выглядит в то или иное время вечером ну вот сегодня постарался сюда приехать как бы до заката на самом деле до заката еще 20 20 30 у нас где-то заказа заката я приехал сюда в 1915 вот я начал с вами то есть то есть по-хорошему солнышко прямо светит в глаз через стены еще с вами вот на это полуостров выйдем она ним тоже с вами часто гуляли какие роллерши симпатичные вот танька со мной не пошла гулять а тут такие девушки симпатичные ездят или тети я уже не знаю моем возрасте уже что девушки что тети это одно и то же слушайте что-то монтирует здесь или убирают а сейчас же у нас причем не сейчас же у нас какие-то предвыборные может быть здесь местные какие-то потому что вот у нас постоянно идет реклама может быть какие-то акции здесь находится плотина обычно я всегда машину паркую там сегодня решил с вами так меньше быстрее чтобы не огибать здесь ничего и плотина с электростанции потому что я вам уже рассказывал что сегодняшнее время на любой практически как вам а там что-то происходит смотрите там что-то происходит на том берегу лампочки какие-то горят вот там видите видите ну ладно не буду и пойдем тогда на плотину пойдем посмотрим с этой стороны что-то происходит пока солнышко свесит пока пока ну какая удивительная красота вот не зря я сюда приехал знаете времени много не было я буквально без двадцать без пятнадцати без пятнадцати семь где-то выскочил из дома и вот отправился сюда в нимбург потому что самое близкое от меня место просто не сюда 15 минут доехать 20 и доехал для того чтобы вам показать этот удивительный закат радует что вы все это видите в 4к жалко что сейчас солнце наверно бьет прям вам в камеру и вы немножко видите все это в затемнение в таком но я постараюсь как-то и и периодически поворачивать да вот так вот найти чтобы она показывала нормальную картинку потому что здесь автоматическая экспозиция она сразу закрывает объектив и вот хоп солнышко попадает час кадры сразу темно а здесь опять светло видите ну ничего тут не сделаешь камера маленькая с ней не поиграешься особо ну зато снимает в 4к и как-то 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 вы все-таки что-то видите а это очень очаровательно ребят здесь вообще офигительно вот этот небольшой город он это недалеко от подобрад если вы знаете буквально вот по туда туда сейчас идет велосипедная дорожка отсюда это нескольких километрах будет город по дебрады который вы знаете сто процентов там там подготавливают студентов там за самых известных да там прекрасной лазни с опорно-двигательным и аппаратами сердечными всякими проблемами вот там лечится мы с вами там гуляли много раз это вот совсем недалеко здесь на и доехать на велосипеде ну наверное 25 минут 30 но я вам скажу честно что вот та дорожка которая там велосипедная она самая красивая вдоль вдоль реки лабы идет она самая красивая из всех дорожек по которым я ездил поэтому не примените вот если у вас будет возможность если вы приедете сюда для того чтобы кататься на велосипедах приедьте на подобрады выйдите там где-то или возьмите в аренду там велосипед там есть и прокатитесь просто вот до нимбурга и обратно а вот она как со мной разговаривает смешная такая гавкает и мы и поиграться хочется а а а а а а а а Не вади, не вади, не вади, не вади, не вади, не вади, не вади. Ну я, видите, какие бывают собачки хорошие. С одной стороны она ласкается, а с другой стороны просто хочет играть и гавкает. А вот там, вот что горело, там люди сидят, там на улице сделана пивная такая, люди останавливаются на велосипедах, пешочком приходят и пьют пивко. Шикарно. Не знаю, будет у вас там это видно или нет, солнце, конечно, не в нашу сторону. Но здесь вытекает, собственно говоря, с той стороны шлюзы. Туда заходят корабли, это уже река Лабе. Там проходит по шлюзам корабли, а вытекает из плотины она вот здесь, вот вы видите. Шикарно. А здесь мы с вами как-то были неоднократно и снимали видео. Потрясающее. Ива стоит, такая большая. Смотрите, какое толстое дерево. Офигенски. Часто оно попадало в мои видео. Часто я его снимал, знаете, проходя сквозь листья. Вот таким вот образом, да? Очень красиво. И здесь такая финальная лавочка. Сейчас здесь ревиатор рыбку ловит, сидит. Мы им не будем мешать. КОНЕЦКИ КОНЕЦКИ Добрый день. Видите, как? Вьетнамские ребята сидят и ловят рыбку. Современные миры, друзья мои. Вьетнамские ребята сидят в чешском городе Нимбурге и ловят рыбку и разговаривают с тобой по-чешски. Вот это жизнь. Мне такая по душе. Когда все люди разных национальностей, это тоже прикольно. Лишь бы они себя вели вежливо. Ну, вот как эти, например. Надеюсь, они уберут за собой. Опять луна. Сегодня она как-то видна. Здорово, слушайте. Здесь что-то, кстати, готовится. Видимо, здесь будет какая-то ярмарка, потому что там написано, смотрите, в субботу 5-9-го здесь будет ярмарка на плакате. Это значит, что здесь и здесь на берегу приедут различные увеселительные такие, знаете, как сказать, что-то будут продавать, какие-то аттракционы поставят. Поставят ее по той набережной до конца. И вот здесь вот это все будет расставлено. Таким образом, здесь будет достаточно весело. Я, кстати, первый раз в город Нимбук попал именно таким образом, что приехал сюда на ярмарку. Здесь была ярмарка, я где-то увидел пока. Мы приехали, просто я увидел вот это вот. Хотя, хочу вам сказать, что настроение тогда было совершенно другое. Я не увидел всех тех красот за всеми этими аттракционами, которые здесь находятся. Не увидел всех тех красот, которые здесь существуют. Потому что все было загорожено всякими яркими аттракционами. Все здесь крутилось, мигало, летало. Знаете, всякие эти какие-то переворачивающиеся штуки, на которых сидят люди. Ну, приехали велосипедисты. Наверняка ехали из Подебрат. Может быть, студенты. Будущее. Здесь подготавливают студентов в Подебратах под одной из известнейших этих курсов, куда на год студенты приезжают, учат чешский язык, их подготавливают, подтягивают по программе. И потом они поступают в Карлов университет, например. Или в какие-то другие вузы. Это по большому счету не важно. Главное быть подготовленным. Нет, это помоложе. Это не студенты, это дети. Это еще школьники. У нас же скоро в школу, как и у вас. Все какие оранжевые. Давайте на полотену зайдем с вами. Хорошо. Я им так завидую, честно. В моем детстве это как-то присутствовало только на даче. Вы знаете, чтобы так можно было куда-то ездить далеко и так далее. А эти здесь просто в этом живут. Просто в этом разделе здесь и живут. И абсолютно не ценят, я думаю. Потому что воспринимают это все как должно. Здесь, кстати, очень много рыбаков. Здесь ловится рыба. Нормальная. И нутрия. Давайте с вами на полотену сходим. Там будет немножко шуметь. Но я надеюсь, что вы меня как-то услышите. Все-таки, что я буду говорить. Заодно я покажу вам ту самую велосипедную дорожку, которая сюда приходит из Подебрата до Людвиги. Через город протекает несколько каналов. Которые вот отсюда отпочковываются. Отпочковываются от Эльбы. И с той стороны потрясающие есть домики. Старинные. Которые стоят прямо у воды. Очень похожи, знаете, на такую Венецию. Сейчас уже темно. Мы, наверное, там ничего не увидим. Вот, кстати, один из каналов, через который мы зашли, где живут нутрия. Это вот. Он тоже туда протекает. Потом. Здесь как раз вот этот какой-то коллектор, из которого это все вытекает. А течет это вот отсюда. Сейчас мы с вами заберемся. Заберемся на эту плотину. Еще один канал. Ну, такой же канал течет с другой стороны города. По кругу. Делая такое кольцо. А это просто, видимо, какой-то запасной здесь. Когда вода идет зимой, на всякий случай, протока. С той стороны находится большой лесной такой массив. О, слушайте, а на плотине-то закрыли проход. Ремонтируют, что ли, что-то. Или еще что-то. Но не важно. Нам, в общем-то... Наверное, ремонтируют. Вы знаете, раньше здесь можно было спокойно пройти. А сейчас почему-то перекрыто. Видите? Нельзя ходить. Но неважно. Моя цель была... Слышите, как электрические турбины крутятся все эти? Ну, они не или водяные турбины, а вырабатывают электричество. Потрясающе. Вот в ту сторону находятся Падебрады. А вот это вот как раз та самая дорожка, по которой нужно туда ехать. Дальше она просто становится только велосипедной. Она только вот здесь кусочек с машинами. А потом она становится только велосипедной. И мы здесь с вами не пройдем. Там... Ух ты! Шумит! Шумит водичка. Здесь такой уголок. Уголок... Уголок человека, который управляет водокачкой. Вот, видите? Лавка... Лавочка закрыта, пишет. Буквально вот она вот так, как мы видим, лавка закрыта, да. Ну вот. Лавочка прикрылась, друзья мои. Так что, говорит, используйте бесплатную автобусную доправу. Видите, они сейчас что-то здесь ремонтируют, поэтому бесплатные автобусы ходят. А велосипедисты могут обойти по следующему мосту, который мы с вами видели, с того острова. Ну, что ж, ну ладно. Ну что ж, ну бывает. Это старое достаточно здание. Уже давно его здесь построили. Наверняка внутри... Да, в 924 году, смотрите. В 924 году ее построили. И возвращаясь опять к тому, что сейчас на каждой плотине стоит какая-нибудь маленькая электростанция. Пусть она вырабатывает там 1 мегаватт, там полмегаватта, 2 мегаватта. Но неважно. Это в любом случае, как выяснилось, на круг выдает огромную-огромную экономию энергии от больших электростанций. И реально на этом можно, ну, жить, существовать. Над тем, что они выдают. Если случается что-то. В Германии, вон, в прошлом году было такое перерасход... Как это сказать? Перезаготовление энергии, что они ее чуть ли не бесплатно раздавали в каких-то районах. Потому что, ну... Ветряки работали очень хорошо. Наверное, очень ветрено было. Кстати, сегодня было так ветрено, друзья. Так ветрено, что я... И я, честно говоря, неважно себя чувствовал, а мне нужно было еще... Ну, посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите, я вот замру здесь на мгновение, просто чтобы вы поняли, какая здесь красота. Какой сейчас закат. И как сейчас все это видно. Пойдем с вами обратно. Ну, сколько рыбачков. Все чего-то ищут. Ловят. Обычно я вот здесь машину ставлю, когда сюда приезжаю. Сейчас поставил с другой стороны в городе. Ну, ничего, с вами прогуляемся. Мороженое продают. Змерзлина. Это, скажем так, чешский спорт. Изготовление вот этого мягкого мороженого, которое выдавливается. Это у нас такой национальный бизнес здесь. Национальный бизнес. Который работает, правда, только летом. Но на каждом углу у нас это точено-змерзлина. То есть точено, знаете, как точено-пиво, которое наливают из краник. Вот. Так что... Везде оно разное, потому что где-то хозяева этих кафе пытаются... сэкономить и используют какие-то... Слушайте, как... С той стороны стоит домик. Прямо у воды. И люди там живут. Вот класс. И внутрь и ходят к ним домой. Представляете? Жалко, что наверное, не видно нифига. Уже темновато. Я пришел. Но ничего. Что-то увидите в любом случае. Пусть видео будет не на час, а чуть поменьше. Потому что потом, скорее всего, мы уже ничего не увидим с вами. Но все-таки какая красота. Я думаю, что вам передается это ощущение. Опять там внутри ходят, внутри по тому берегу. Ходят вовсю. Пока людей нет. В воде стоят. Мы сейчас зайдем с вами через полянку. Ой, как красиво. Давайте я еще раз замру. Покажу вам. Здесь обалденно просто. Я всегда раньше, когда в Чехию ездил, там 15 лет назад, всегда думал, что западная сторона города, от города, от Праги, она более такая красивая. Потому что, ну, там, карштейнка, напишите, к чьего клад, все эти, все эти известные достопримечательности. И там холмисты, так. Но я оказался неправ потом, когда стал ездить сюда, и когда поселился с восточной стороны от города, то я увидел здесь, конечно, тоже огромное количество всяких прелестей. холмистов, холмистов, и красот. Ну что, попробуем пройти через арочку, которую мы с вами в первый раз не пошли. Или еще раз с вами махнем, посмотрим на нутри. Здесь вот течет как раз, видите, этот канал, который я вам там показывал. и дальше он потек туда вот. Мы там переходили через мостик для того, чтобы попасть к нутри. Ну давайте попадем еще раз, а мы придем туда же. Класс. Я постараюсь как-то вытянуть это все на финальные обработки видео. Может быть, как-то, чтобы вам поярче это было видно. Я надеюсь. Кстати, я совершенно забыл сегодня про кофе. Тоже мне такой, да, назвался Coffee Talks. А совершенно, а совершенно... Ну где вы? Где вы? Вы же здесь только что были, я вас видел. А, вот. Маленькие плавают. Слушай, здесь даже рыбы плавают. Ой, сколько сидит этих уток-то. Смотрите, друзья мои. Уток здесь много. Не бояться совсем. А внутри уже разбежались. Но, нет, я видел, они стояли две в воде, когда я там шел. Ну, какие-то пугливые раньше выходили. здесь очень прикольная кафешка, в которой я мог бы взять кофе. Даже ресторан называется, видите, ресторан. Вот здесь вот. Но я забыл про него совершенно. Еще один канал. здесь все в каналах. Мы с вами так сейчас с вами все поснимаем. Вон. И вот он пошел на ту сторону. На ту сторону. Интересно, а если я по этой дороге пойду, можно куда-нибудь прийти или нет? Вот та самая кафешка. Вон она. Видите? Куда она идет, я не знаю. Поэтому мы с вами придумывать не будем, изобретать. А то так пойду, пойду, пойду и не дай дуньки куда. Очень здесь красиво, очень здесь мило. Вот просто для того, чтобы, знаете, как бы натянуть свое настроение, натянуть улыбку на свое лицо. Можно приехать вот так вот часик погулять и просто кайф. Просто кайф. Просто сказка какая-то. Сейчас еще центр так у них подлатали, подремонтировали. Еще один канал. Здесь как Венеция. Жаль, что здесь только на лодочках не плавают, что все такое заросшее. Очень здорово эта стена. Хорошо, когда можно поднять руку. Я вот туда не могу заглянуть, а вы заглянули. Видите, какая несправедливость опять. Мы с вами запарковали машину около костела. Город сейчас вот привели в порядок. Так, знаете, здесь раньше были асфальтированы. Там где-то дорожки. Сейчас все уложили брусчаткой. Очень красиво. Лавочки поставили. А, ну мы бы там вышли просто. Мы бы там вот вышли с той стороны, если бы пошли по той дорожке. Эти старинные стены. Кстати, вот по ощущениям здесь был точно дом стоял, потому что вот видите, от дома оставшаяся такая... А может быть просто... Не, ну это не ступеньки. Нет-нет-нет, это оставшийся дом. Дом, видимо, какой-то пристроен был когда-то. К стене такое часто встречается. Потому что стены свою функцию выполняли только до того, когда появилось огнестрельное оружие крупнокалиберное. Потом это уже просто перестало играть большой смысл. Все это пробивалось, все это разрушалось. Вот. А стены-то оставались, и люди использовали это как пристраивали к этому дома, строение и так далее. Как дополнительную стену для дома. Да-да-да, скорее всего, там была крыша дома или еще что-нибудь. Здесь такая отремонтированная часть, она приятная очень, с разными небольшими домиками. Я повторю, здесь живет в этом городе всего 15 тысяч человек. Красиво. Сейчас мы посмотрим на ту улицу с вами. Зайдем, прежде чем идти к парковке, как мы любим с вами, с вами, да? Кафешечка. Люди чего-то едят. Вот улочка, видите. Завтра пятница, друзья мои. Не знаю, когда вы увидите это видео, потому что они у меня выходят не день в день, как вы понимаете, я их накапливаю. Завтра пятница, сегодня четверг вечер. Это, конечно, такая несправедливость, она будет присутствовать в данном плейлисте, потому что некоторые видео я снимаю заранее, откладываю, потому что, ну, скажем так, мне так кажется, что в каком-то порядке, который я придумал, будет лучше, если они будут выходить. Но я от вас не буду скрывать. Давайте так, сегодня четверг. Последний четверг до школы, до первого сентября. Слушайте, какой красивый костел, старый такой, прям настоящий. Как-то мне не удавалось в него попасть. все время, когда я приезжал, он был закрыт. Передняя часть у него находится с той стороны вход. Давайте обойдем его вокруг. Старинная, смотрите, старинная совершенно такая кладка. Вот эти, вот эти камешки точно что-то видели в своей жизни, за свою жизнь. слегка все, конечно, такое кривоватое. Надо все это перекладывать, безусловно, для того, чтобы, но я не знаю, будут ли это делать. Может быть, в этом есть даже какая-то прелесть настоящая. 1634 год. нет, это не 1634 год, здесь была здесь были укрывались чешские нюмборгские жители и этот вход поставлен как бы в память об этом, то, что там была трагедия. Ну, гусицкие войны, все такое. Тут знаете, сколько всего происходило, сколько страстей. Все так говорят, знаете, легко говорить, Европа столько, сколько всего пережила Европа, поэтому здесь, наверное, так и есть. Вот здесь написано, что храм был заложен в 1280 году, то есть как раз вот через несколько лет после основания города. Голуби, слышите, да? Да, там такой, его, конечно, надо поднимать и поднимать еще это здание, реставрировать, чистить. здесь много работы, чтобы привести его в должный порядок. Здесь как раз выход вот к тому кафе, который мы видели с вами с той стороны. Какой-то новый дом вписали сюда, чудесный такой. Давайте посмотрим. Ну да, прям старина-старина. с ней связана какая-то грустная история, которую я рассказывал. Я сейчас не буду вам брать, поэтому я даже не стал заострять свое внимание вот на той табличке, которая там была написана, потому что я рассказывал, что было здесь, в этом здании, что было здесь, что происходило в одном из своих видео. Сейчас, к сожалению, не помню. Я думаю, что вы можете пересмотреть, это найти на канале, там я расскажу. Нимбург. Забить просто Нимбург. Как красиво. И здесь тоже вход. какое сегодня чистое небо. знаете, весь день стоял такой пасмурная погода, дождик. Ну, после жары вот к нам это все так быстро пришло. И очень хорошо. Сейчас где-то очень такая приятная погода в районе 20 градусов. иду. Не тепло, не холодно. Легкий прохладный ветерок. И все очень здорово, друзья мои. Ну что, на этом мы будем с вами сворачиваться, потому что я пришел как раз к тому моменту, к тому месту, где стоит мой автомобиль. Да и уже темнеет. Я думаю, что вы уже мало чего сможете увидеть. Спасибо за приятную прогулку с вами. Пока-пока. Скоро увидимся. Пока. Субтитры